Матч против Антона Майделя. Матч очень интересный, очень напряженный. И счет на данный момент 2,5 на 2,5. Снова 9-4 коней. И в этот раз Антон не играет слон b5. g3 в наших с ним партиях уже встречалась. И тогда я играл кунь e4. И удалось быстро победить. Так что, видимо, Антон что-то приготовил в этой позиции. Поэтому сыграю слон c5. Слон g2. d6. h3, не пуская слон g4. Разумная идея. В целом, план белых прост. Мне надо пойти d3, слон e3. И пытаться провести d4. Поэтому слон e6. Может быть, стоило сыграть h6. Сразу, но... Не очень хочется терять темп. Я думаю, что вот позиция после ферзь d7. И даже конь g5 и размена моего слона не настолько плоха для черных. Кони в блиц хороши. Ну и, в принципе, мне кажется, объективно, больших проблем у черных не было бы. Если я слон e3, могу взять на e3 и даже аккеровать в длинную сторону. Правда, у белых будет ход d4. Могу сыграть конь d4. В этом случае, очевидно, Антон собрался брать на d4 и играть конь e2. Что, видимо, достаточно сильно. Наверное, мне не стоит этого допускать. Ну, есть простой ход слон b6. В этом случае белые проведут d4. Добьются осуществления своей главной цели в этом варианте. Есть ли там перерез или нет, другой вопрос. Ну, что-то надо делать. Попробую взять на e3 и сыграть d5. И, по-моему, белые вроде как не успевают пойти d4. Сами надо меняться на d5. У Антона здесь, мне кажется, был сильный ход конь g5. И на конь c3 просто bc. И мне не так легко развязаться удобно для себя. В любом случае, момент уже заигран. Ферзь d2, пойду f6. Интересно, куда собирается рокировать белые. Брокировка в длинную сторону тоже возможно. Антон пока темнит. И рокирует ни в ту, ни в другую сторону. Конь e4, грозит конь c5. Поставлю b6. Конечно, ослабляется длинная диагональ. Но на ней так много коней. Вообще, очень забавная позиция. Думаю, что серьезных проблем с этим быть не должно. А3. Загадочный ход. Тоже пока рокировать не буду. Поставлю ладяда 8. Правда, это в некоторой степени все равно раскрывает мои гарты. Потому что теперь рокировка в длинную сторону невозможна. Но, если честно, трудно себе представить, что спешка на b6. В принципе, рокировка на ферзь в фланг может быть удачной. g4. Нет у меня хода h5. g5, f5. На конь g3 просто g6. На жа, шлд, h5. Давайте попробуем. И, как обычно, я почти 2 минуты проигрываю по времени. Не самый удачный тайм-менеджмент. Но ничего, поборемся. Конь c3. Белый король не рокирован. Нельзя ли этим воспользоваться как-то? Порвать позиции путем f4. Наверное, все-таки пока невыгодно. Хотя выглядит очень заманчиво. Ладно, не буду мудриться. Играю 2-0. Выход не может быть сильно плохим. Антон, видимо, собирается играть длинную сторону. В этом есть определенный смысл. Объективно, у черных не должно быть больших проблем. Конь h4. Продолжаю, Антон, игнорировать не самое удачное положение собственного короля. Ладно, пора что делать. Сыграю f4. Может быть, на e даже ладья f4 есть ход. Конь d5. Здесь надо брать. Они не спрашивают. e4. Просто сыгра с е6. Вроде конь. Запрыг коня на g6 не очень опасен. Но все равно положение пешки на h5. Да, моей пешки на h5 большого доверия не внушает. А вот Антон высвечивает конкретные неприятности, связанные с этой пешкой. Но, между прочим, мне хотят просто отдать мат. Это весьма неприятно. Пробую срегать конь d4. Теперь на f5 есть конь c2. Может быть, хочу срегать f3, как-то сбросить пешку и запрыгнуть ферзем на d4 и получить позиционную компенсацию. Но позиция непростая. И, как обычно, у меня совсем мало времени. Чувствую, что в этой партии у меня будут большие проблемы. Так, времени нет. Сыграю f7. Белый, правда, сильный ответ. Ладержа 1 есть, который я недооценил. Да, ладержа 1 сыграно. Пробую выбранных на c5. В принципе, я не создал особо никаких угроз. Но, может быть, хочу взять на... Ну, помимо конь c2. Может быть, хочу взять на f3 все-таки. Хотя это и не очевидно. Времени практически уже не осталось. Позиция, мне кажется, неплохая у черных. Удастся ли из нее что-то извлечь? Ладержа 2, скорее всего, Антон хоть найдет. После него... А, после ладержа 2 есть, соответственно, ладержа 3. Прошу прощения. Да, может быть, все для белых не так уж и просто. Как я говорю, король на e1 расположен не слишком надежно. Начинает Антон из-за этого испытывать проблемы. Да, ладержа 2, слон h3. На самом деле, просто хочу взять здесь. На коне f3 сыграет слон g4. Позиция очень стабильна. Между прочим, грозит слон f3 и ферк g1. С этим надо считаться. Ну и помимо этого грозит ферк е3. Да, ладержа 2 чуть ли не единственный год. Мне тоже так показалось. Сыграю g6. Шах. На ферзи е2, видимо, просто возьму на е2. По крайней мере, у меня безопасная позиция с лишней пешкой. И даже с четырьмя секундами играть, я надеюсь, будет не настолько сложно. Сейчас король отойдет, я просто возьму на f3. И попытаюсь чего-то добиться в этой позиции. Наверное, есть смысл поставить c5, чтобы белым не было настолько просто, во-первых, двигаться и пешки, а во-вторых, есть план с атакой пешечного меньшинства. Благо, королевский фланг черных пока очень стабилен. А4, грамотный ход, мне не стоило его допускать. Потому что теперь b5 будет связано с тем, что я вскрою вертикаль для белых тоже. Наверное, есть смысл сделать ряд бессмысленных ходов, просто чтобы набить какое-то количество времени себе, а потом уже принимать какие-то серьезные решения. Ну и ходом король d6 я, конечно, зеваю ладью, Антон почему-то ее не берет. Качество игры пока большого доверия не внушает у нас обоих. И проведу b5, уже пора что-то делать. Я готов поменять одну ладью, на самом деле даже для меня выгодно, наверное. Ладья a5 по этой причине неправильный ход, но все равно сейчас есть ход 2c4. Начинает крошиться белая структура. Да, объективно здесь у черных выигранная позиция, но произойти может всякое. Не может не радовать то, что догнал практически своего соперника по времени. Так, отдают мне... Атираю, но там начнутся шахи. Ладно, возьму. Почти не успел сделать ход. Это, конечно, не слишком убедительно с моей стороны было. Вроде как черный все-таки побеждает. Кажется. Шах. Свожу ладью. Нужна активность черным тоже. Кроль d3. Так, зевая ладью, неожиданный поворот. Теперь надо попытаться спастись. Ну, конечно, теперь у белых уже абсолютно выигранная позиция. Объективно. А dc5 сильный ответ. Кроль f5. Ну да, и... Шах. Ну, я прошу прощения за такое качество игры. У нас обоих. Но в первую очередь, конечно, свое качество игры. Но здесь, да, здесь придется сдаться. Много странная партия. Но в любом случае, надеюсь, что всем было интересно. Всем спасибо за внимание. Не знаю, закончен ли на этом наш матч. Но если закончен, то Антон победил в нем с минимальным счетом. Показав, в общем-то, неплохую игру. Спасибо Антону за партии. И спасибо всем за просмотр.